Лариса Гузеева Привет, девчонки! Невеста у нас сегодня расписная, в прямом смысле этого слова, да и женихи, колоритная настоящий викинг Андрей, человек-праздник Роман и мастер Тату Александр. Ну, давайте сначала с невестой познакомимся. Я смогу полюбить лишь того, кого уважаю, а уважать того, кого познаю. И поэтому я здесь, со мной мои друзья Слава и Наташа. Спасибо, проходите. Твиги, 28 лет. Вышла замуж за незнакомца ради приключения, но даже подумать не могла, что эта авантюра могла стоить ей жизни. Твиги – стилист-парикмахер в собственном салоне красоты. Гордится своими родителями. Предупреждает, что в ее доме живут собака, кот, кролик, хорек, черепаха и рыбки. Признается, что намеренно изменила себе имя. Твиги не свяжет свою жизнь с болтуном, не уживется с обладателем творческой профессии и большого количества волос на теле. Выйдет замуж за мужчину с накачанными руками, масштабной татуировкой и добрым сердцем, похожего на викинга. Сразу поясню тем, кто не знает, чтобы не было глупых вопросов. Твиги – это была модель 60-х, британская, очень известная. Но ваше имя Татьяна, Таня. Родители назвали меня Татьяной, но в 17 лет мне это имя показалось неподходящим. Слишком банальным, да? Слишком банальным, и я себя чувствовала скучно. Можно, вот моя личная просьба, все к вам будут обращаться, как Твиги, у меня язык не поворачивается, просто моя личная просьба. Я можно вас буду Танечкой называть? Можно. Пожалуйста, потому что мне как-то не очень ловко это. Что-то Твиги, как будто поросячье вообще имя. Почему? На это, на меня Твиги похожа. Да, ну вы вообще. Твиги – это тростинка, худенькая, тоненькая. Может, не хватало этой пирамидности? Причем я хотела. Я представляю, просто бабушка моя приезжает. Как зовут? Твиги? Твиги. Просто Таня. Может, бабушка договорится, как и Лариса с ней? Можно просто Танюш? Можно просто Танюш? Потрясающие татуировки. Но это только то, что мы можем видеть? Или еще есть какие-то сокрытые произведения? Нет, можно увидеть все, что у меня есть. Ну как, все прям, сейчас все нам покажете? Да? На спину я уже. Бачки мои. Обалдеть. А там, а пониже нет ничего? Ну, пониже там еще не доделано. Танюш, а сколько еще будете делать из-за тебя? Пока хватит фантазии, буду делать. Ну, мне кажется, у нее хорошая фигура. Мне не обязательно было так прямо украшать свое тело. Каждая татушка новая наносилась в связи с каким-то событием в вашей личной жизни? Или хаотично? Есть деньги? Пошла, нанесла. Есть время? Пошла, нанесла. Ну, скорее... С чем-то это связано? Нет, с каким-то событием это не связано. Просто идея вынашивалась. И раз в год я делаю новую татуировку. Ясно. Перед днем рождения. У меня дети тоже. Это как Куликовская битва, что ли? Начало, середина сражения. И даже... Конечно. А как вас угораздило выйти замуж практически за незнакомцей? Расскажите. Познакомились мы с ним на концерте. Но наше общение продолжилось через интернет. В процессе переписки выяснилось то, что мы... То есть вы обменялись с ним, да, номерами? Или вы нашли в сетях друг друга? Он меня нашел в сетях, напомнил о себе. И мы с ним еще около месяца общались. И потом решили встретиться. И он просто буквально на первом свидании сделал вам предложение? Да, на первом свидании, спустя два часа после нашего второго свидания. А сколько вам было лет? Мне было 22, ему 25. Получается, позиция предложил, да, выйду за него не предложил. Ну ладно, буду ждать того, кто предложит. Бездействие какое-то. А вот что он вам обещал на втором часу знакомства? Почему вы дали согласие? На втором часу знакомства он мне пообещал крепкую семью, где семейные ценности на первом месте будут. То есть в планах и дети, и с долгой жизни до конца. Ну а он, между прочим, и собирался все это воплощать. Единственное, что он лежал на диване и ничего делать не хотел. Ну так вы это не обговаривали из-за того, что были слишком коротко знакомы, да? Он рассказывал себе как об успешном человеке, у которого завязывается бизнес-проект. И он вкладывает все силы. И деньги в основном. Все силы и деньги в его развитие. Но по прошествии времени я не увидела на самом деле никаких попыток что-то предпринять для его развития. Всегда у всех мужчин, которые меня окружали, в которых влюблялась я, которые любили меня, заканчивались деньги. Ровно на тот момент, когда я говорила, я согласна. Бизнес куда-то девался, партнеры обманывали, деньги в банках сгорали. И я думала, ну такой хороший человек. Ну вот он же мне цветы дарил даже раза два. Думаю, ну и я не переломлюсь, буду содержать. И я тащила на себе. Это продолжалось каждый раз по одному сценарию. Потом я поняла, что проблемы во мне. Вот так бывает. Потому что мы склонны фантазировать и думаем, вот он сказал, значит на самом деле будет еще краше и круче. Не будет. Мужчины, либо уже есть дело налажено, и у него все хорошо. Квартира, машина и там, ну то, что вам нужно. А все прожекты и фантазии останутся фантазиями. К сожалению, это я вам говорю, испытав на собственном опыте, Танюш. Вот, поэтому, когда вы поженились, выяснилось, что это все. А поженились как поженились? Прямо свадьба, ЗАГС? Да, была и свадьба роскошная. А кто за свадьбу платил? Мои родители платили. А его родители вообще никак? А его родители подарили нам квартиру, в которой мы уже жили. А тоже хорошо, квартиру подарили нам. Ты посмотри, какая? Это прям совсем уже неплохо. Нет, это шикарно. Вообще. То есть он в своей квартире лежал на диване. В своей квартире лежал на диване. Ну имел право, если в своей квартире. Ну как-то родители, если так быстро подарили квартиру сыну, который так быстро женился... А все женился, сказали, вот вы тебе квартиру подарили, а дальше сам котик. Это очень им хотелось его сбагрить с рук. Нет, а бывает так, квартиру подарили, а дальше типа молодые начинают с вами изначально. А зачем жена-то тогда нужна? Вот пускай она вот с рук на руки. А жена кормит. Долго кормили? Все то время, как мы жили. Она работает, у нее свое дело. Круто. Свой салон. И при этом она ждет, судя по всему, от человека, чтобы он тоже имел как минимум свое какое-то дело. А подталкивала как-то, Тань? Говорила? Да. Слушай, ну слушай, уже даже не смешно, милый. Ну как-то давай, даже я работаю. Подталкивала и все усугублялось тем, что он начал брать деньги в долг и не отдавать. А не баловался чем-то таким неправильным? А у кого брал? У кого брал-то? У моих родственников исключительно. Так они же сами давали. Они давали мне. Как они дочке не дадут-то? Отдавать сама должна была, да? Ну требует до сих пор. А вы запытались с ним поговорить серьезно, сказать, слышишь, все? Пыталась. Мы странно встретились и странно разойдемся. Пыталась поговорить, на что получила ответ, что я останусь с перестрелянными ногами. Поэтому по-хорошему разговора не вышло. Вот однажды вы, оставив его опять лежать на диване, пошли с подружкой куда-то там в ресторан, в клуб, в бар. Мы пошли на концерт. Ну, ему я сказала то, что я встречаюсь с подругой. Мы с ней пошли на концерт. А как-то вот этот факт я не сообщила ему, потому что он был незначительный. Какой? Он то, что мы с ней на концерте. А концерт как кого? Нет, ну вы же сказали ему, что вы уйдете с подругой на концерт. Нет, я сказала то, что я уехала к подруге. Она живет в Подмосковье. И там же в этом городе проходил концерт в Доме культуры. Ну, такой приличный концерт, да? Приличный концерт. То есть это не какой-то ночной клуб или бар. Ну, и артист тоже приличный. И артист приличный. Типа Корзона, ну такие вот. Ну, такой, да. Ну, да, глядя на Таню, можно же представить, потому что она именно фанатка Иосифа Давыдовича и в первом ряду сидела. Ты-то себя представляешь, ну, например, вместе в компанию друзей, ты ее приведешь, скажешь привет, это Твиги. Ну, вот, кстати, еще один момент. Вот, примите ли вот так вот, если даже брать татуировки, примите ли вот такую девушку? Ну, куда мы оленимся? Конечно, пойму же, друзья. Через месяц после того, как я побывала на концерте, он обнаружил случайно на компьютере фотографии с того концерта, где я стояла с этим артистом. В обнимку. Ну, не в обнимку, но рядом. И он подумал, нафантазировал себе то, что я втихаря от него шляюсь по мужикам, фотографируюсь с ними, и все это дело храню на компьютере. По итогу всего я получила удар в челюсть и в нос. Милая. И тут я ему сказала, что я так больше жить не могу, потому что терпеть твои резкие перепады настроения ни с того ни с сего, это... Ну, от безделия какие-то к фантазии в голову не придут. Но вы не сразу ушли, вы же потихонечку переносили вещи. Вы москвичка, это правильно? Да, я москвичка. И вы потихонечку перенесли вещи к родителям, да? Потихоньку я перевозила, потому что разом не получалось. А какие вещи-то? Его квартира, а вещи какие? А ну я же там жила, мои вещи, которые я покупала. Ну что, там пепелят пустоля или ваши трусики бюстгальтеры? Это же вы разные вещи. Ну а зачем ему трусики с бюстгальтерами? Все забрать надо. Почему-то кажется, что она, если что, она за себя тоже постоять может. Ты думаешь, он получил сдачу? Я думаю, что хоть что-то он точно получил. На тот момент, когда он обнаружил, что я уже не вернусь... Притащился к вам на работу? Он вычислил, где я работаю, потому что... Он даже не знал, где ты работаешь? Он знал только район, в котором я работаю. Вот висок высокие отношения. И однажды, посередине рабочего дня, приходит, кидает меня на пол и тащит к выходу. Со словами «Не рыпайся». Прилюдно? Прилюдно приклеил. И никто не вступился? Вступились сотрудницы. Вот девушка присутствовала при всем этом конфликте. Вступился охранник, нас растащили. Он кричал, что ему терять нечего, у него дома на столе лежит предсмертная записка, и я знаю, что сейчас может произойти. То есть убьют вас и себя? Да, убьют и себя, и меня. А когда вы поняли, что он блефует, и что он ничего не сделает? Я не знала, что ожидать в ту минуту от человека. Но когда он вытащил оружие, я подумала, что лучше с ним все-таки выйти поговорить. Ох, ранее. А что сделает человек безоружный против человека с оружием? Он точно странный. Он? Ну, она как бы тоже существовала. Я же просто сказал «Крэйзи». Да, «Крэйзи гёрл», «Крэйзи бой». После этого инцидента, еще в течение трех месяцев, мне поступали звонки с неизвестного номера, где была тишина и дыхание в трубку. Просто трейлер. А потом пришла повестка из суда о том, что у нас бракоразводный процесс. То есть он все-таки не выдержал, да? Да, он подал на развод, мы развелись, и с тех пор он меня не беспокоил. Ну, слава богу. А потому что трусы ленивые. Но вам сейчас 28 лет, и навряд ли вы уже совершите какую-то глупость. Очень бы не хотелось, потому что милейшее лицо у вас, очень открытое. Вот такой взгляд какой-то необыкновенный. Очень хочется, чтобы вы встретили мужчину настоящего, который бы был вам ровным. Слушай, Андрей, ну как ты считаешь, подходит девушка нашему другу? Слушай, я думаю, подходит. А кому хочется самой там? Мне бы хотелось надежного мужчину, который словами не бросается. А по внешности мне бы хотелось брутального. А викинг зачем нужен? Викинг, ну это моя любимая тематика, поэтому... То есть он что, прямо должен в таких вот причиндалках ходить, да? Нет, ну ты же очень высокий блондин, полный волосый, светлый, здоровый. А чем плохо такое? Любящий и очень благородный. Любящий, правда, еще животные мервы и животных. А я тоже люблю животных. Конечно, перечислите ваших питомцев. У вас кто? У меня собака, кролик, хорек, рыбки, черепаха и кот. А кто за ними ухаживает? За частью я ухаживаю, а часть животных у родителей. Вот викинг ухаживает. А вы одна в семье? Нет, у меня еще брат и сестра. Но они не живут с родителями. Мы, по-моему, ни разу это не обсудили, но она сексуальна. Это важно. А вот у вас еще одна такая причуда есть. Вы уходите в многодневные походы в глушь. Да. Где нет цивилизации. Вы что, там, шаманите или что там делитесь? Нет, мы совершаем пешие походы. А так вы не в одиночестве уходите? Вы с компанией. Нет, это туристические группы, но небольшие, человек по 8-10. И целую неделю ходим по безлюдам. Не помыльшись? Не помыльшись. Какая вы молодец. Какая вы молодец. Вы умница. Как-то все в вас мило. Пока молодая, вы должны чем-то заниматься. Это не то, что безобидно, это очень даже полезное занятие. А потом, когда у вас родятся дети, вы же хотите детей? Конечно. Вы можете их брать с собой? Безусловно, будут ходить со мной. И какой бы семьи хотелось, Таня? В идеале хотелось семьи трое детей, любящий, уважающий меня муж. Ну и, конечно, домашние питомцы. Посмотрите, Танюш, вам будет тяжелее, чем многим женщинам, потому что 90% мужчин, которые приходили к нам, одно из пожеланий – ни пирсинг, ни тату на теле. Поэтому, если мужчина закроет глаза, влюбившись в вас на то, что у вас уже есть на сегодняшний день, но категорически будет против продолжения росписи? Ну, это значит, что мы с ним не найдем общий язык. А у него тоже должно быть вот это? Не обязательно. Еще вот дырка вот тут в ухе и в носу что-нибудь, чтобы болталось. Да? Нормально, да? Ну, если это будет викинг. Да, и он будет викинг. Я думаю, что дело не в дырках в носу, а дело в том, что одна мысль о том, что вас кто-то может ограничить в чем-то, она уже не способна с вами вместе ужиться с представлением о счастье в личной жизни. Ну, я думаю, вы встретите такого мужчину. Ну, вот давайте тогда такого любителя попытаемся найти. Я думаю, что у них... Мне главное, что... Я думаю, что у Тани столько других достоинств, что на эти протушке можно закрыть голову. А приданное, кстати, у вас какое-то неплохое? Что за... У меня свое дело доходное. Понятно. А вот чтобы у мужчины там с деньжатами было в порядке, ну... Мужчина, если он чем-то действительно занимается, имеет у себя приданное. Мне кажется, это хороший... хороший секс тоже важен. Нужен сильный, смелый, действительно брутальный, любящий детей. Потому что ваша любовь к животным – отражение вашей рачи и луны, которая мне прям четко свидетельствует, что вы будете хорошей мамой. Материнский инстинкт в вас громко кричит, и уже пора. Ну, в общем, детей. В общем, хорошая к нам пришла Таня. После рекламы женихи проявят свои лучшие качества. Оцените вместе с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии «Твиги». Сейчас познакомитесь с первым женихом. Знакомство будет необычным. Внимание на сцену. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А-а-а! Андрей, 25 лет. IT-специалист в крупной компании, увлекается историческими реконструкциями, восточной философией и фотографией. Гордится своими творческими проектами, мечтает добиться совершенства в области саморазвития. Возлюбленная попросила Андрея об услуге, но, получив отказ, исчезла из его жизни. Надеется, что Твиги не окажется капризной особой. Как страшно-то! Оставаемся! Я кровожадный-кровожадный, я беспощадный-беспощадный. И волосатый. Представляете, как ему жарко с этой гривой. Я принес честь победы этот камень. Этот камень символизирует единство, семейное постоянство и семейное благополучие. Его, собственно, я хотел подарить Твиги. А вы всем девушкам дарите вот такие рунические камни? Нет, это первый подарок в таком стиле. Андрюш, мне вот интересно, а как обустроен ваш быт? Вот куда вы приведете вполне себе цивильную невесту? У вас там же берлога? Почему? Или вы живете где-то в скалах? Это всего лишь увлечение, оно проявляется только на каких-то постановках, либо концертах. Слава тебе, господи. То есть в метро вы так не зайдете, нет? Зависит от обстоятельств. А какие могут быть обстоятельства? Если потребуется куда-то выйти, если не будет времени все это одевать уже на месте, то вполне возможно. И как на вас народ реагирует? Народ весьма позитивно на это реагирует. Да? Конечно. Ну, в общем-то, с вами, с таким медведем-то свяжись страшно. Ну, тоже верно. Зато у меня есть плюс. Какой? Один. Давай. У него есть натушки, а у меня нет? Слушай, если она парикмахер, в принципе, его слишком не должна. Она может, кстати, исправить. Дружище, давай-ка мы... Нет, я не спел, тоже не понравится внешне. А, кстати, что у вас там на руке? Полчок? Три волка. Ага, и что это означает? Когда я делал себе эти татуировки, это означало «человек человеку волк». Мама, да. А сейчас это значит «волк папа», «волк мама» и «волк ребенок». Вполне возможно, это не исключается. Хорошо. Андрюш, вы познакомились с девушкой, которая во всем подходила, у вас были общие интересы. Расскажите эту историю. Познакомился я, можно так сказать, через свое увлечение. У меня свое радио, свой проект. Та девушка была менеджером нескольких музыкальных групп, и познакомились мы буквально в переписке. И по вопросу добавления этих самых групп в мою ротацию, в эфир, со временем появлялась симпатия друг к другу. То есть после этого мы некоторое время встречались, были вместе. А чем закончилось все? Закончилось это достаточно, скажем так, печально. Это был четвертый день рождения радио, то есть четвертый день рождения проекта, который я хотел отметить по-своему. То есть собрать, организовать концерт, закрытый для друзей проекта, для тех, кто помогал ему в развитии, для своих знакомых музыкальных групп, то есть для своего круга. В результате в это уже было вложено немало средств, сил, то есть все уже было почти подготовлено и организовано. И в результате девушка мне написала буквально накануне мероприятия, что она уже все сама решила, будут выступать там ее группы, что это мероприятие будет не закрытым, а открытым, то есть на публику, чтобы это все видели, там с приглашением, возможно, прессы и так далее. То есть буквально поставила меня перед фактом то, что она решила все за меня. Ну, послушайте, когда пара, она, наверное, уже считала вас парой, встречаются или вместе живут, то, мне кажется, может быть такая ситуация. Но ставить перед фактом есть же все равно возможность посоветоваться. Как минимум можно было посоветоваться. Ну, да, но, Андрюш, можно было как-то выяснить с отношения, сказать, что вам это не нравится, что вы считаете это неправильно. Почему же сразу нужно было расставаться? Тут не совсем так было, я просто выразил ей свое недовольство этим, на что она просто обиделась, и дальше наше общение стало скатываться сначала до пары фраз, потом до редких переписок, и из-за этой обиды просто мы перестали как-то совершенно спокойно общаться. Так мероприятие прошло или нет? Нет, не прошло. Ну, вот тебе и мероприятие, пожалуйста, не прошло, и разбежали. Отменили? Отменил. Я думаю, что еще он ведет здоровый образ жизни. У него как бы по лицу видно, в принципе, что он... Ну, кажется, да, что... Хотя, может быть, пешком любит. Скорее всего, я думаю, что он не курит. У вас вот такое разукрашенное красивое тело Таня не смущает? Только привлекает. А если родителям не придется вот ко двору Татьяны? Все-таки я сам, как вы могли заметить, выгляжу достаточно неформально. Да, Тань, покажите. Мне кажется, у вас вот мужчина на одной руке очень похож на нашего жениха. Скажем так, определенное это сходство есть. А, да. А, кстати, вот... Что бы это значило, кстати? Намечтали себе? Вам нравится, Андрей? Ну, мечтала. Ну, типаж викинга, что я и просила. Слушай, там ей оружием угружали, здесь тоже будет оружием угружали. Больше поткнуть. Вы органично себя вот в этом образе чувствуете? И сколько лет вы еще будете викингом? Насколько мне позволит моя жизнь. А невест куда приведете? Домой. Там родители? Нет, в ближайшее время я планирую покупать свою недвижимость. И поэтому уже будет... И пещерка ваш где? И пещерка наша в Москве. Ага. Вот смотрите, Таня хочет троих детей. И семью. Вы готовы уже сегодня? Потому что Танечке 28 лет. Уже сегодня вряд ли. Ну, это образно сегодня. Понятно, что ближайший год. Я думаю, это надо обсудить более серьезно, на более серьезном уровне. Прийти к каким-то компромиссам. Нет, ни с кем не надо обсуждать. Либо вы внутренне готовы, либо нет. Нет, не готовы. Не готовы. Не готовы. Не хочет детей. Все, проходите в свою комнату. Спасибо вам. Да. Ну, в общем, прошлись полностью, как хотели. Вячеслав и Наталья, какое впечатление оставил Андрей? Веге не нужен айтишник, мне кажется, все-таки и будет скучно в этом плане. А разве можно мужчину характеризовать только его профессией, если это только не какая-нибудь неприличная профессия, вроде бандит? Ну, все-таки нет. Разве можно сказать, не нужен милиционер или там полицейский, не нужен библиотекарь? Все-таки айтишник это такая профессия, которая требует какой-то усидчивости, чего-то такого. В принципе, айтишником можно характеризовать, ну, практически любого, примерно так же. Длинные волосы, человек, который слушает какую-то металлическую музыку, ну, и примерно выражается так же, как... Который сидит долго в интернете. А вот мой сын копия, прям смотрю это, при этом хозяин бизнеса, семейного, так на минуточку, и счета уже там готовы, как говорится. А теперь, возможно, не вопрос такой, а если бы ты не положила деньги на этот счет, и ты бы не открыла бизнес, ты бы не купила квартиру и так далее, что бы было с ним? Он бы имел это все? Нет, не имел, но это мой сыночка, он так пренебрежительно, а к чему это говорю? Потому что как только я озвучила, что есть у него, сразу его, как говорится, активы повышаются. Правильно говорю или нет? А как же, конечно, если у него ничего нет, то... Вот, вот, и какая разница, не есть, кто положил. Ну, подругу замуж выдаем, а не короток. Если человек сам заработал, это надолго. А если родители дали, а он при этом только этим пользуется, то это... Нет, не пользуется, он этого воплощает. Хорошо. Наташа, а вы видите свою подругу рядом с Андреем? Нет, потому что у нее уже был один человек, который только обещал. То есть на данный момент у него даже в случае чего негде жить. Послушайте, в 25 лет мало кто может уже иметь свое что-то. У родителей есть. Хорошо, а как вам, Тань? Ну, если он пришел ко взрослой девушке, которая его старше, то, наверное, у него какие-то серьезные намерения были бы. И надо учитывать то, что девушка, которой возраст близится к 30, уже хочет детей и готова их рожать. Да ладно, ее типаж. И татушка моя у нее. Кстати, вот. Мне Андрей понравился, как мальчишка молодой, который себя ищет, который чем-то занимается. Я не буду всерьез обсуждать его презентацию. Конечно, это было все немножечко по-детски. Кинжальчики, мечи. Но он имеет право на это. Он имеет право так жить. По-детски. Частичка детства должна быть в каждом, иначе мы все скоро умрем. Я считаю, что гигантская проблема у вас, как пары, в том, что вы рассинхронизированы на три года. Если бы он был вашим ровесником или был чуть постарше, вот тот случай, когда разница в возрасте правильная спасла бы отношения, я считаю, что по своему психотипу, по своему темпераменту, это абсолютно ваш мужчина. И в нем вот этот самый неустрашимый, неукротимый воинственный дух действительно есть. Наверное, мужчина, который в 30 лет только дерется на маленьких, коротких мячах, выглядит смешно, но в 25 лет это пока еще органично какое-то время. Нет, ну я могу и пиджак одеть. Почему нет? Разносторонний человек, это абсолютно не означает ничего. Мне, как человек, он очень понравился. Если бы я не видела вашего возраста, вашего и его, я бы сказала, что это очень неплохая совместимость. Но я не могу не видеть возраста, у вы. Давай поженимся теперь в вашем обильном. Набирайте 0736, Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. И оставайтесь с нами, через несколько минут вы станете свидетелем нового знакомства. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Твиги. Встречайте второго жениха. Удачи. Твиги. Добрый вечер. Дома не дарил цветы. Сегодня появилась уникальная возможность, и с удовольствием это сделаю. Эта корзина тебе. Спасибо. Пойдем провожу. Роман, 27 лет. Ведущий праздничных мероприятий. Коллекционирует наручные часы и шарфы. Мечтает стать богатым и успешным. После затяжной ссоры решил сделать первый шаг к примирению с возлюбленной, но понял, что опоздал. Надеется, что Твиги не окажется легкомысленной особой. Вы совершенно не похожи на конфликтного человека. Почему так часто ссорились с своей подругой? Согласен с вами. Но дело в том, что, наверное, в тот момент я, исходя из возраста, был слишком ревнив. А она ревностно относилась к моей работе. Конферансия, внимание. Она хотела больше внимания к себе. Но... Все ее ревновали. Ревновал, не искрою. Посмотрите, она же не была глупой девушкой. Она же понимала, что если вы работаете, значит, вы зарабатываете. Раз вы зарабатываете, значит, ваша жизнь качественно будет выше. Дело в том, что на тот момент, когда я только что открывал свою фирму, наверное, все средства я вкладывал просто в бизнес. И я ей объяснял. И не строил для нее там обещаний. Не говорил о том, что да, у нас все будет, все будет хорошо, все будет классно. А уж и в Новый год это просто за счастье. А вот в Новый год, на самом деле, да, для ведущих корпоративного «Годнюю ночь» это же куш. Ну, конечно, это вы говорите кому, да? Да. Поэтому у нас должно было быть мероприятие. Я ей объяснял о том, что будет корпоратив, я заработаю, у нас пройдет Новый год свой 1 января. Но, увы, она это не поняла. А ей потому, что было пока Рабана. Она думала, ну, что ты зарабатываешь, ты же эти деньги вложишь в свой бизнес. Ей-то ничего не доставалось. То есть в результате она ни вас не видела, ни ваших денег, ни вашего предложения руки и сердца. Ну, кстати, я делал для нее сюрпризы. Абсолютно. Какие? Ну, например, день рождения я снял лимузин, купил ее любимые цветы, подарил украшения, поставил в лимузине. Это не сюрприз. В день рождения мы ждем подарков и внимания. Сюрприз — это когда неожиданно что-то происходит. В день рождения, понятно, девушки уделили внимание. Лимузин тоже пару дней валяйте ставят. Хорошо, ладно. Когда я вел мероприятие, я попросил, чтобы все зажгли мобильный телефон, и я признался ей в любви. Она не ожидала этого. Да лучше бы вы ее замуж позвали бы. Просто по мобильному пейзажу. А я был не готов-то, наверное... Вот, видите, вот в этом дело. А она была готова, и она ждала. И она вам все время задавала вопросы. Рома, когда? Хочу детей, хочу замуж. Ну, такое ощущение, что он еще до сих пор пока не готов в поиски. А у вас вот коллекция часов, тут нравится мне эта тема. Они дорогие у вас часы. Сколько? Ты уже одни больше поняла? Кто же собираете, да? Почему одни? У нас в программе есть целая традиция. Обычно роды собирают мужские часы. Нет, Ромочка, просто вы собираете часы на собственные деньги, а Роза выклянчивает у женихов, которые приходят. Я в заключении программы посмотрю, может быть, подарю. Не про это! Сколько у вас там этих часов-то? Посчитать хочу. Ну, если бы точно, девять. И дорогие, да? Ну, от тысячи до трех тысяч тысяч долларов. Смотри, видишь, по взгляду уже видно, что она не радует. Она на нее даже смотреть не может. Как вам, наша красавица расписная? Мне, честно, очень... Честно. Честно, да? Мне понравилось. Очень понравилось. А вот как народ воспримет ваш светский, смоленский? Завидывать будут, правда? На самом деле, я сам-то люблю ипотаж, и люблю, чтобы обращали на меня внимание. Поэтому это еще дополнительный плюс к тому, что мы вместе будем приходить в клубы, и все будут... А, вон она! Посмотри, он весь ходячий, просто символ квадрата. Часы прямоугольной формы, запонки квадратные, даже в ухе серега тоже квадрат. Это говорит об исключительном практицизме. Об исключительном практицизме. Он пришел сюда показать себя. Вот такое замечательное ведущее мероприятие. Ага. Нас распустили, уходим. Это исключительно материальный подтекст. Он читается буквально во всем. Даже дырка на джинсах легкомысленная никак не может от меня это впечатать. Ну, на правом. Тогда мы уж не будем терять время с ним, а? А отправим кому вас роман, хотя бы показать нам сюрприз, может, что-то будет идти. На самом деле, вот тоже вы можете ошибаться. Я романтичная натура, и мне нужна муза. Послушайте, а нашей невесте нужны дети и муж? Мне не нужны дети. Прекрасно. Сюрприз для вас. Он такой тусовщик. Тусовщик, да, да. То есть, видно, что ему еще вот хочется зажигать. Мы тусовщик-тусовщик урознь, я вам. Нет, ну мы... Я имею в виду такое, что... Как не помнить друг друга, что еще ему хочется отвисать и отвисать. Это гавайская традиция. И дело в том, что когда мы будем засыпать песок, загадывай желание. Как только сердце будет полностью заполнено, желание начнет сбываться. И ребята, мои друзья, добавят еще красоты к этому сюрпризу. На счет три. Раз, два, три. Поехали! Опа! Слойки, смелее, смелее. И пусть желание сбывается. Можно громче. Теперь я сон. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Павелы за то, чтобы все то, что ты загадала, обязательно сбывалось. За тебя. АПЛОДИСМЕНТЫ Возвращайтесь, милая, к нам. Парни, а вы в свою комнату. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вы что вы скажете о женихе? Я, по крайней мере, не знаю ни одной счастливой семьи с людьми подобной профессии. Во всяком случае, из тех людей, которых я знаю, все заканчивались каким-то фиаском для них. С точки зрения Тани, мне кажется, это не тот человек, который ей будет нужен, потому что подобный эпатаж ей не интересен никаким образом. То есть ей интересны какие-то прямые люди, а здесь исключительно человек, который улыбается. Сказать почему? Потому что сегодня все хотят заниматься творчеством. Практически не осталось людей, у которых есть реальная профессия на руках. Есть мужчины, а есть женщины. И очень по-мужски работать, зарабатывать, что-то уметь делать руками, мозговать. А сегодня все хотят развлекать. Понимаете? Поэтому на одного развлекателя столько желающих развлекаться не находится. Вот и все. Отсюда депрессия, отсюда вот такая нервозность и так далее. Послушай, я... Дело в том, что... Я тоже могу сказать, что я счастлив, потому что у меня есть любимое дело. Танечка? Ну, это человек веселуха, движуха, но пока не разглядела ничего более серьезного, кроме, как уже было сказано, эпатажа, шуток, юмора. А в чем движуха, скажите, пожалуйста? Ну, клубная жизнь, вся вот эта вот сфера. Ну, это же безрезультатно, это же в никуда. Это же вот такое колесо. Тебя раскусили, как гнило ореха. Понимаете, иногда стоит услышать в свой адрес что-то, может быть, не очень лестное, чтобы сказать, слушай, правда, ой, я и дурак, ой, дебил. 27 лет, пойду-ка я завтра на курсы строгальщиков, я не знаю, там, тумбочек. Не пойдет. Не пойдет. Потому что даже если бы не стояли сейчас за окном те времена, которые стоят, когда все стремятся на сцену, Роман обязательно был бы в числе тех, кто притягивает внимание. Я считаю, что в его случае вот эта профессия шоумена – это отражение потребностей его натуры. Он действительно любит быть в центре внимания. Кстати, яркая девушка рядом – это еще одно средство привлечь к себе внимание. Но, может быть, с возрастом приоритеты поменяются? Ой, не поменяется. Может быть, не работа будет привлекать внимание, может быть, каким-то образом. Хорошо, а он девушку куда приведет, чем он будет кормить? Если он ее кормить не будет, у нее слезет вся эта татуировка красивая. А это вторично, зачем им все противо. А помнишь, а что у нас такие вот романы, что только у нас во время, в наше время, что ли, появились? А тримби, то вспомните этого Сюсика, или как там его звали-то. Все, мечтал быстро разбогатеть и не собирался даже работать. Всегда такие мужчины были. А какие красавицы рядом с ним были. Вот она молодец. Вот правильно, да? Встречайте третьего жениха. Привет, меня зовут Александр. Я верю, что наша встреча не случайна и, надеюсь, не последняя. И этот калаш я подготовил специально для тебя своими руками. Спасибо. Спасибо. Проходите. Александр, 31 год. Мастер тату. Пишет картины маслом и гоняет на мотоцикле. Гордится воспитанием, которое дала ему мама. Мечтает открыть сеть тату-салонов и приобрести новые хобби. Предупреждает, что избранница должна сопровождать его на рок-концерты. Александр говорил возлюбленной о своих мечтах, но она приняла их за обещание. И, не дождавшись их воплощения, ушла. Надеется, что Твиги реально смотрит на жизнь. Саша, это не вы разрисовали прекрасное тело Танечки? На ней живого места нет? Ну, у нее еще много места для новых татуировок. То есть вы считаете, что ей не пора остановиться, а нужно продолжить? Ну, я уверен, что она уже давно находится в мире татуированных людей. А у вас что так мало? Да, я вот тоже смотрю. Сапожник без сапог. Ну, я только еще в начале пути. Знаешь, как обычно, да, тату-мастера. Приходишь в салон, да, они все исколятся, сразу видно мастера. А это похоже на какую-то тату-практику. Александр, у вас была девушка, что с ней не вышло-то? Ну, мы оказались разными людьми. Она вас не ценила, ни во что не ставила? Нет, ну, она меня ставила, но наши интересы расходились. Ну, например? Ну, мое творчество требует, ну, занимает достаточно большую часть моего времени. И бывает так, что я могу где-то задерживаться, да, в связи с работой. Ну, как сегодня у всех людей, которые работают. Ну, да. Потом она не очень обращала внимания и действительно не ценила то, чем вы занимаетесь. Вы, например, ей подарили портрет ее на день рождения, она сказала, не похоже. Художнику обидно это слышать, правда? Да. Дело же не в похоже, не в похоже. А что, врать всю жизнь? Вот, Лариса. Ну, дело же, понимаешь, нет, дело же не в похоже или не похоже. Вот представь, что ты живешь с художником, и тебе действительно не очень нравится его картина. Но как человек он тебе очень приятен. Лгать всю жизнь? Да. А вот подарил он тебе картину, значит, ты ногами со твоей головы, кошка. Большой минус в том, что к нему будут ходить больше голых девок, чем к тебе. Ну, а как так получилось, что она ваши мечты приняла за обещание? Вот вы когда фантазировали про дом, про Америку. Ну, возможно, что тоже надумывала, ну, как у нас будет, но так быстро это не получится. Вы говорили, когда мы поженимся, я куплю квартиру, мы поедем на мотоциклах путешествовать по Америке. А она же это воспринимала буквально, она думала, что это будет вот просто на следующий день после свадьбы. Она же не знала, что это только ваши фантазии. Нет, это не фантазии. Я тоже хочу строить совместно какие-то, ну, вместе развиваться. И я уверен, что нужно именно вместе все это делать. Когда я ей предложил уже совместно жить, она вам сказала гениальную фразу. Да. Временное жилье, временное отношение. Потрясающе, надо запомнить. Ну, значит, она не готова к таким переменам. Нет, она не готова была действительно к временным отношениям. Она хотела стабильности. Она хотела замужить детей. Саша, и наша невеста тоже хочет замужить детей. А сейчас готовы? Сколько вам нужно времени, как вам кажется, чтобы узнать человека? Я быстро узнаю человека. Да? Да, когда мой человек, я, думаю, быстро пойму. Ну, как вам кажется, Твиги, ваша девушка? Ну, мы еще пообщаемся сейчас. А ваш... Мне вы похожи на персонаж из мультика «Кто подставил кролика Роджера». Абсолютно. Вот такой персонаж комиксов. Да? Ну, очень красивая девушка. Конечно. О, а там какая была кроссовка. А вот тату сейчас неплохо зарабатывает, тоже по себе знаю. У вас свой салон или вы там подрабатываете? Ну, я работаю сам на себя, скажем так. А, значит, это хорошо. Кстати, да, у вас очень неплохие. Да, сейчас прямо это все в тренде. Ну, вы стильно одеты, вы очень хорошо выглядите. Вы такой ухоженный. Мне кажется, он немножко флегматичный человек такой, то есть спокойный. Ей нужны эмоции, нужна какая-то буря. Ну, да, наверняка. Чем еще занимаетесь? Что вам интересно в жизни? Я увлекаюсь мотоциклами. Люблю путешествовать. А готовы в браке расстаться с чем-то, чем-то пожертвовать ради благополучия, детей? Потому что это же затратное дело, то, чем вы занимаетесь. Я готов ко всему. Александр, мне очень приятно, что к нам приходят приличные мужчины, вот такие, как вы. Я понимаю ваше смущение, опять же. Во-первых, красивая девушка. Во-вторых, мы сами еще не можем привыкнуть к такой красоте, где мы сейчас находимся. Видите, у нас новая студия. То есть я ваше волнение понимаю. Но все-таки у вас сегодня единственная возможность успеть задать какие-то вопросы. уяснить для себя, знаете, как судьба может раз от вас ускользнуть. Что на самом деле вас интересует в Твиге? Ну, мне важно, чтобы она приняла меня таким, какой я есть. Да вы нежный, прекрасный, спокойный. А есть какие-то сложные части вашего характера, которые девушке будет легко принять? И вы действительно это понимаете заранее? Может вас в работе не отвлекать там, или может еще что-нибудь? Или может если у вас что-то не получается, вы невыносимы, абсолютно и мучаетесь идеей, пока она у вас не воплотится во что-то? Нет, у меня такого нет. Потому что я занимаюсь самореализацией делом своей жизни. Поэтому у меня конфликтов с работой нет. А вообще как выясняете отношения? С женщинами? Ну, не знаю, я, например, очень гневлива. Я потом сто раз жалею, хожу, подлизываюсь, прошу прощения, но я гневлива. Ничего с собой не могу поделать. Я не могу интеллигентно выяснять отношения и говорить, вы, Роза, не правы. Понимаешь? А вы какой? Ну, я тоже скажу, если я считаю нужным. Я скажу, ну, прямо. Ну, осталось только на сюрприз посмотреть. Прошу. Я нарисую новую татуировку. У тебя так мало места осталось. Много. Даже мастер татуировок считает, что у нее перебор из тату. Ну, да, да. И такой говорил, что я бы еще добавил. Да, да, да. Вот здесь я нарисую огненный мяч. С этим мячом играют снежные львы с бирюзовыми бородами, согласно древней тибетской легенде. Еще этот огненный мяч похож на жемчужину, за которую борются, за право обладания которой борются золотые драконы. Слушай, ну, татуировка для нее не сюрприз уже. Слушай, мне кажется, наверное, сейчас руки будут трястись. Еще расскажу про то, что этих снежных львов используют просвещенные существа для перемещения между мирами. Ой, ну идите, хвалитесь, как красиво. Спасибо, Саш, мы обзавидовались. Ну-ка, покажите золотого дракона. Звучит очень красиво. Огненный мяч. Огненный мяч. Нет, нет, нет. Что это я не поняла? Послушайте, а мне нравится. Нет, ну так стилий сегодня. Я так могу. Нет, Рост, ты знаешь, на самом деле нарисовать вот такой вот двойной круг не так уж просто так ровно нарисовать. Да? Нет, молодец, молодец. Вячеслав, вы такой придир, а вам прям и этот жених не нравится, и тот, но Александр как? Мне нравится, черт убери. Понравился? Да, нормальный парень. Мне кажется, по сходной цене договоримся потом. Наташ? Мне кажется, Твиге будет с ним скучно. Не, скучно. А какого вы веселья хотели в браке? Мне даже это интересно. Ну почему именно веселье? Послушайте, то, что у них общность интересов, одни планы на будущее, это уже 50% успеха в отношениях. Послушайте, ну и ваша подруга здесь не сидит, не зажигает, поэтому, знаете, развлекайте нас, машите на нас, машите. А что сделала Татьяна, чтобы обратить на себя внимание? Ну да, ну разрисованная, ну красивая, а дальше? То, что этот человек говорит спокойно. Это еще не значит, что это скучно. Это не значит, что человек скучный. Как вам, Танечка? Ну, я думаю, мы были бы неплохими партнерами по бизнесу. А чего не хватило для того, чтобы быть не только партнером по бизнесу, но и по жизни? Ну, я не услышала его дальнейших планов на жизнь. Он пришел на программу, давай поженимся, жениться хочет. А какие планы нужны? Ну, грандиозные, конечно. Ой, девка, не выйдешь ты замуж. Честное слово, пришел, хорошенький, увлеченный своим делом. Дело достаточно сейчас... Возраст подходящий, мне кажется. Возраст хороший. Очередь, что ли, выстроилась? Так знаешь, и... Пробросаешься. Поэтому пока предлагает брать на то. Не могу не согласиться с Розой, просто в другой форме, конечно, не так агрессивно. Но я хочу сказать, что... Ну, не шешнадцать, правда. Прекрасная разница в возрасте. Мне кажется, я такой юноша очень пылкий. И с такой любовью вам вот этот огненный шар нарисовал на плечике. Мне кажется, он стеснительный был. Ну, это приятно. А мне нравится, когда мужчина стесняется. А Таню больше красивых слов, наверное, надо было. А он успеет. Он просто при первой встрече. Я там говорю. Он же не артист, понимаете? А если успеет, запишите на диктофон, пускай наговорит, что надо наговорить. И слушайте себя на здоровье. Заходи, поговорим. Заходи. Да, услышишь дальнейшие планы. Наверное, вы в чем-то могли бы сойтись, но я не удивлена тому, что вы его сначала как партнеру по бизнесу для себя описали. Действительно хороший молодой человек, которого, если в себя влюбить, можно довести до ЗАГСа, скажу так. Но кому же сегодня улыбнется судьба? И кого выберет невеста? А давайте вместе подождем и очень скоро узнаем об этом. Друзья мои, мы познакомились с тремя женихами. Теперь наступило время советов. Поэтому Вячеслав и Наталья, кого советуете своей подруге? Татуировщика. Александра. Наташа. Я не помню, как имя у второго молодого человека. Первый Андрей, второй Роман. Вот, у второго. То есть у Романа. Мне кажется, с ним будет весело. Ром, ну что, понравилась тебе Твиги или нет? Да. Ну все, отлично. Она мне понравилась. Слушай, ну у меня такой вопрос. Как ты думаешь, выйдет она к нам? Зайдет? Золотая середина. Пока еще не уверен. Андрей и Александр. Пришли, мне кажется, за вами. Андрей еще слишком молод. Дело не в этом. Андрей, конечно, закомплексован с ног до головы. И, конечно, он прятался за этой гривой волос, за этой одеждой. И он все время постарался как-то укрыться. У вас времени не хватит. И желания, мне кажется, его открыть для себя же самого. А вот Александр, прекрасный парень, и я вас вижу в паре. И мне кажется, это будет здорово. Это будет здорово. Не, ну девушка очень красивая. Глядя на нее, хочется прям улыбаться. Реально. Вам надо быстренько и удачно. Удачно не с точки зрения того, за кого вы хотите замуж выйти, а с точки зрения выйти удачно. Да. Поэтому, Александр, все у вас есть. Вон, Лариса говорит, даже вы похожи на эту из мультфильма. Все есть. Место еще для татуировок осталось. Как говорится, чтобы общность интересов была у него. Он не против. Так что берите, идите, плодитесь, женитесь. Я даю благословение. А звезды? Мне, конечно, кажется, больше подходящим с точки зрения темперамента для вас, Андрей. Но он, правда, очень молод. Я считаю, что вот не добрал он тех самых 5-7 лет для того, чтобы вы оценили его по достоинству, для того, чтобы он мог сделать правильные шаги в сторону своей будущей личной жизни. Еще действительно очень молод. Остается выбирать Александра. Танечка, вы выслушали все советы. Но поскольку вы знаете, к кому идти, идите. Мы вас в любом случае поддержим, даже если вы передумаете на половине пути. Проходите. Наши будущие герои ждут ваших откликов. Отправляйте смс их номером по телефону 4151. Игорь, 25 лет, номер 3052. Преподаватель военно-музыкального училища. Пишет музыку и стихи. Ищет добрую, образованную и спортивную брюнетку, которая будет разделять его интерес. Марина, 24 года, номер 3053. Помощник менеджера в гипермаркете. Любит читать книги английских авторов. Предпочитает классическую литературу. Рисует красками по керамике, дереву и глине. Познакомиться с образованным, добрым, ответственным мужчиной, который не имеет вредных привычек. Мы не знаем, выйдет Твиги одна или с избранником. Я приглашаю всех выходить. Давайте ее поддержим. Ура! Я выбрала тебя. Я надеюсь, у нас будет интересный и творческий союз. Я тоже. Пойдем. У нас есть пара Твиги и Александр. Если вы не нашли еще свою любовь, заполняйте анкеты на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс имени героя на номер 4151. А я, Ларису Гузееву, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, похоже мне всем. Удачи. Я безумно счастлив видеть вас сейчас. У вас таких милашек в этот поздний час. Ну что, миленький, улыбаться бы мы или цветочки подарим нам? Что бы он предложил купить? Состояние аффекта явно. Думаю, хоть пироженку что ли съем за его счет. Вот кто устоит? Ну, кто устоит? Никто. Я ваша. Верю я, дождусь тебя, как бы не был путь далек. Красивая, конечно. Если так, что одеться, там... Субтитры сделал DimaTorzok